Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про свой такой небольшой топ покупок с iHerb за практически, наверное, все время, которое я заказываю на этом сайте. На самом деле, это видео было вдохновлено моими знакомыми девчонками, которые мне говорили, я смотрю вот твои видео про iHerb, и я бы хотела, чтобы ты сделала какой-то ролик, где вот было прям по списку те вещи, которые тебе очень нравятся, потому что, ну, для меня это было бы удобно. И я решила, что, возможно, для всех это было бы интересно и удобно, и сегодня такой, знаете, краткий будет дайджест тех вещей, которыми я очень осталась довольна, и которые я вот без сомнений рекомендую вам попробовать на этом сайте. Возможно, он будет не совсем полный, но это будет повод снять еще одно видео про лучшие вещи с iHerb. И давайте начнем немножко так с декоративной косметики аккуратненько. Это первая вещь, которая мне очень пригодилась, хотя на самом деле поначалу я не думала, что она мне так уж сильно понравится. Это вот такая вот маленькая ручка, которой я удаляю макияж. Ну, точнее, не то, что я прям удаляю ей макияж, она вот такая у меня уже грязненькая, хотя я после каждого использования ее протираю салфеткой. Что это такое? Это небольшой карандашик, который пропитан смывающей жидкостью, и вы таким образом можете очень легко подкорректировать какие-то помарки, которые вы сделали, особенно стрелочку хорошо можно подправить. Например, плохую стрелку нарисовали, вот так вот раз ее взяли и стерли. А вы можете спросить, ну, зачем такая ручка вообще нужна, если можно взять ватную палочку и как бы все то же самое сделать ей. Можно, но вот такой вот вещью намного удобнее, потому что у нее тоньше кончик, и он жесткий. То есть с его помощью вы очень-очень можете какие-то мелкие детали подкорректировать, в том числе, например, там помаду, если неровно нанесли. Очень хорошая вещь. У меня просто всегда, когда я снимаю видео, у меня стоит моя коробочка с разными моими приспособлениями для макияжа, и вот эта ручка всегда абсолютно в ней лежит, и она меня все время очень сильно выручает. Безусловно, что нужно заказывать на iHerb, это кисточки от Real Techniques, потому что это супер бюджетные кисти великолепного качества, которыми я пользуюсь очень-очень много лет. У меня их достаточно много разных, и их все, кроме, по-моему, самых первых четырех, я заказывала с сайта iHerb. Дело в том, что там они продаются за очень хорошую цену, то есть ту цену, которая супер близка к цене на официальном сайте, ну, вот как бы за настоящую их цену, потому что часто в разных магазинах они продаются с огромной наценкой. На iHerb они продаются за очень хорошие деньги. Дальше пудра Innisfree. Это минеральная пудра, которая абсолютно прозрачная, это матирующая пудра. Мне она очень нравится, я ее, опять же, я ее всегда использую в своих видео, абсолютно всегда, потому что она абсолютно прозрачная, она очень хорошо матирует. То есть с любым макияжем абсолютно вы наносите эту пудру, у вас лицо заматированное. Как я ее применяю? После того, как я наношу тональную основу, но до того, как я наношу разные другие сухие средства поверх, то есть это румяна, хайлайтеры, там, скульптор, все что угодно, или даже на веки я ее часто наношу, когда сверху хочу нанести тени, я наношу вот эту пудру, чтобы заматировать лицо, и чтобы сверху легче растушевывать какие-то пудровые текстуры. Великолепная вещь, вот прям одна из моих самых-самых любимых с этого сайта. Хотела вам еще порекомендовать вот этих вот зайчиков, смотрите, как они миленько так смотрятся с моей сегодняшней одеждой. Кстати, нет, это не пижама и даже не ночная рубашка, это такое платье с сайта Asos. Оно такое, знаете, не совсем понятное пока что, но я думаю, что когда я подзагорю, загорелой кожей, оно будет смотреться очень хорошо. Хотела порекомендовать вот этих парфюмированных зайчиков, потому что я ими постоянно пользуюсь, я их очень люблю, но с другой стороны, я подумала, что это вроде как дайджест, который вот прям для всех, а парфюмерия это все-таки такая вещь, она своеобразная. Но я вам про них очень часто рассказываю, ну как бы все время пользуюсь, если любите всякие такие парфюмированные штучки, то можете почитать описание на сайте iHerb, может вас тоже оно привлечет. Дальше у нас вот такие вот помады от Elf, это матовые помады в стиках. Что в них хорошего? По-хорошему в них то, что они супер дешевые, супер матовые, идеально просто комфортные на губах, и это тоже одно из самых популярных, наверное, самых популярных вещей на сайте iHerb. Кроме того, у них еще многие не знают, и до сих пор удивляются, у них вот здесь есть точилка с обратной стороны. Великолепные помады, которые еще и очень долго держатся на губах, и стоят они, по-моему, рублей, ну не знаю, 160, может быть, где-то 200. Отличные помады, ищите хорошие матовые помады, недорогие, очень вам советую их попробовать. Как всегда, разумеется, салфетки для снятия макияжа от Elf. Я их заказываю практически в каждом заказе, мне они очень нравятся, они идеально удаляют даже самый стойкий макияж. Одна упаковка стоит 180 рублей, или 189, что вполне недорого за, по-моему, 20 штук, которые здесь есть в одной упаковке. В общем, столько раз вам их показывала, что, наверное, уж даже нет смысла особо про них распространяться. Еще что хотела вам показать, чем я очень довольна, это тремя палетками, которые я не так давно приобретала. Это, во-первых, вот такая палетка от Elf Matte for Matte. Ну, вы знаете, недавно совсем вам про нее рассказывала, поэтому, наверное, тоже кратко расскажу. Это матовые оттенки, которые просто великолепны. Это потрясающая палетка, очень хорошего качества, за 600 рублей. Оттенки вы видите, знаете, что у всех у них отличное качество, они очень пигментированы, они не осыпаются, замечательно ложатся и растушевываются. Ищите матовую палетку, 600 рублей, сайт iHerb. Дальше еще хотела вам показать, ну, дальше у нас уже не макияжные средства, а средства для тела в основном. Но перед этим хотела вам еще напомнить про вот эти палетки от BIS, которые я очень сильно хвалила. У меня их две штуки, именно палеток теней. И, во-первых, это вот такая палетка Beres, и, во-вторых, это палетка Pitch. Это австралийский бренд, который делает, ну, как оказалось, очень хорошую бюджетную косметику. Это невероятно яркие тени, которые очень хорошо выглядят на глазах. И, вы знаете, у меня даже был отдельный ролик про вот эти палетки. Если вы хотите посмотреть именно тест, потому что там я делаю макияж с этими палетками, то внизу в инфобоксе я оставлю ссылку на то видео. Они вот прям супер, вот просто супер палетки за 749 рублей. То есть бюджетная и вообще просто обалденно. Отличные палетки, но я, по-моему, уже это сказала несколько раз. Ну, конечно же, одни из самых удачных приобретений с сайта iHerb это вот эти вот сорбеты для снятия макияжа от Banila Co. Тоже постоянно вам про них вещаю, что я снимаю макияж только вот такими вот вещами. Это, по сути, гидрофильное масло. Вот гидрофильное масло у меня в этой руке. Это сорбет. Ну, как бы он такой просто более плотный, в более плотной текстуре. Это средства, которые идеально снимают любой макияж, даже самые водостойкие. Если вы пользуетесь BB кремами, особенно корейскими, знайте, что эти кремы, они очень стойкие, они въедаются очень сильно в вашу кожу, и обычные средства для умывания могут с ними не справиться. Они у вас реально могут оставаться просто на коже, вы об этом не будете знать. Для этого снимайте стойкую косметику разными масляными смывками. То есть вот, например, гидрофильными маслами, либо вот такими сорбетами, либо, если у вас совсем ничего нет дома, снимайте жирным кремом, потом умывайтесь каким-то мылосодержащим средством, чтобы это тоже снять с кожи. Но вот, как бы в идеале советую вам переходить на разные гидрофильные масла, потому что, опять же, с тональным средством все на самом деле очень сложно. И кожу, я всегда за то, чтобы хорошо кожу очищать. И вот, если вы за этим следите, то знайте, что лучше это делать именно такими вещами. Также, чем я очень довольна, этой маркой Косарекс. Это марка корейская, которая известна тем, что у них очень много средств для борьбы с проблемной кожей. Для борьбы, точнее, с проблемами на коже, а не с кожей как таковой. И вот это средство для умывания, оно одно из самых популярных. У меня это новая баночка, старая у меня почти закончилась, но я ее дожму до последней капли. Это великолепное средство для умывания с маслом чайного дерева. Во-первых, оно мягкое, во-вторых, оно борется против различных воспалений на коже, против любых вообще проявлений чего-то нехорошего. Великолепная вещь. И я заметила, что с тех пор, как я начала ей пользоваться, почему, собственно, я заказала еще одну, то, что у меня кожа стала намного лучше, то есть вот как средство для умывания, просто отличнейшее. Очень вам советую, если у вас, ну, есть потребность в какой-то хорошей умывалке. Вот эта вещь, это сушеная курица для кошек. Я ее заказываю уже не знаю, в какой раз, потому что мои коты на ней абсолютно помешаны. Здесь единственный ингредиент. Вот для всех тех, кто считает, что если кошкам что-то нравится, это что-то определенно очень вредное, это не так. Это как говорит, что если мне там что-то нравится, то это определенно меня убьет. Хотя в этом есть какая-то философия. В общем, это просто сушеная курица, которую обожают кошки. Если ваша кошка капризная, либо если вы просто хотите ее порадовать, насыпьте ей немножко в мисочку, и она просто сойдет с ума. После этого ей безумно понравится. Она все время будет это просить. И вот мои коты постоянно это едят. Они прямо в восторге от этой вещи. Что еще я очень часто заказываю на iHerb, и очень советую вам попробовать, это вот такую вот лавандовую пену. Мне даже одна девушка написала в комментариях, что она всегда хотела почувствовать, как пахнет настоящая лаванда, но она как бы не знала, что это за аромат такой. Ну, просто не встречался ей он никогда. И она специально заказала эту пену, потому что я сказала в видео, что здесь вот реальный аромат лаванды. Это действительно так. Это самый настоящий вот этот вот сильный такой запах лаванды. Это пена для успокоения. То есть я ее обычно принимаю перед сном, когда я, например, очень допоздна монтирую видео. И знаете, если ты вот в какой-то момент не лег спать, и у тебя уже, ты чувствуешь, что ты перешел вот этот рубеж, когда ты хотел и уже больше не хочешь, и понимаешь, что дальше ты будешь просто лежать полночи в такой трясучке, не в силах заснуть. Вот это очень помогает. То есть теплая ванна вот с такой вот лавандовой пеной, с этим сильным ароматом, она усыпляет просто мгновенно. Если у вас, например, там есть ребенок, я, правда, не знаю, как вы относитесь к каким-то сильным довольно ароматам, если у вас есть ребенок, и проверьте обязательно на аллергию, то, возможно, эта пена вам поможет его поскорее успокаивать. Кстати, не обязательно его в ней купать, вы можете просто дать ему понюхать этот аромат. Ну, что-то я тут какие-то вам странные советы даю. В общем, если у вас есть ребенок, вы сами разберетесь для себя. Купите, попробуйте, и останетесь очень-очень довольны. Дальше моя любимая гликолевая маска. Про нее настолько часто рассказывала, уже какой год рассказываю. Это маска с фруктовыми кислотами, которая делает очень хороший пилинг кожи. Единственный момент, фруктовые кислоты, они могут раздражать кожу. Если вы делаете эту маску, делайте обязательно ее на ночь, потому что она очень сильная. У вас лицо потом может покраснеть. Лучше делайте на ночь на все лицо или на те зоны, на которые вы хотите ее нанести. И на утро проснетесь просто с обновленным лицом. Но, кстати, не забывайте ее смывать. Она смываемая, ее не нужно оставлять на всю ночь. Из витаминов. Мне очень нравится биотин, который я заказывала с iHerb. Ну, по сути, биотин, это как бы основной компонент, который входит в большинство витаминов для красоты. То есть витамины для женщин, они все содержат биотин, вот как основной компонент. Это ингредиент, который улучшает кожу, улучшает ногти, волосы. Ну, в общем, все, что обычно улучшают витамины для женщин. И я заметила, с тех пор, как я начала принимать их по курсам, я заметила, насколько реально они лучше стали. Точнее, насколько лучше стали волосы, насколько лучше стала кожа и ногти, потому что результат вот прям на лицо. Возможно, это такой комплексный эффект, потому что все-таки сейчас лето, сейчас, знаете, как-то больше там фруктов, ягод появилось, и вообще настроение получше. Но, тем не менее, вот биотин, такой в чистом виде, прям мне очень понравился, и на данный момент я очень довольна тем, что я его приобрела. Дальше у нас вот этот кремчик для прыщей и для пятнышек после прыщей. А этот крем тоже от CosRex, он удаляет разные пятнышки. Вы его наносите на ночь на пятнышко, которое у вас осталось на лице после прыщика, и он его отбеливает. Либо, если у вас прыщик, он может за одну ночь буквально снять воспаление, либо вообще этот прыщик вот полностью высушить, ну и как бы его минимизировать. Отличная вещь, очень вам советую, и ее хвалят, ну просто все, кто пробовал, потому что она реально очень классная. Еще одна классная вещь, это вот такая вот расческа, расческа, это щетка для тела от EcoTools. Это вообще очень хорошая компания, которая выпускает огромное количество разных полезных средств, как спонжи, всяких перчаток, для ванны, для макияжа, ну в общем такие аксессуары для тела. И вот эта щетка, по идее, ей можно пользоваться в сухом виде, то есть именно массировать сухое тело, сухую кожу. Но для меня это слишком жестко, хоть я люблю подобные вещи, я ее использую именно в ванной. То есть я ее, например, ну наношу на нее какой-то гель для души, потом массирую тело, вот все там проблемные зоны, просто супер пилинг, супер массаж, мне очень нравится. Вот она вот прям, знаете, такая идеально, идеальное сочетание жесткости и мягкости, чтобы ничего себе не расцарапать, вместе с тем сделать очень хороший массаж всего тела. Ну и последнее, про что я вам хотела рассказать, это вот такой вот скраб от Giovanni, который называется горячий шоколад. Это скраб, который пахнет потрясающе, он пахнет горячим печеньем. Когда вы его наносите на тело, там, во-первых, содержится сахар, во-вторых, колотые какао-бобы, и вот это, за счет вот этого состава, вы делаете себе пилинг кожи, и к тому же он еще обладает разогревающим эффектом, именно поэтому он называется горячий шоколад. Он великолепный, совершенно потрясающий, это потрясающий аромат, потрясающее действие, все, как вы уже поняли, полностью меня потрясло. Но на самом деле он довольно небюджетный, то есть он стоит чуть ли там не 700 рублей за вот эту баночку, и она не сказать, чтобы очень экономичная. Поэтому я вам хотела предложить очень хорошую альтернативу, это вот такой вот скраб от Organic Shop, который называется Бразильский кофе. Это пустая банка, я вам ее буду показывать еще в видео про пустые баночки. У меня в ванной стоит еще одна банка, которой я сейчас пользуюсь, и он тоже потрясающий, да что ж такое за слово-то это, потрясающе у меня. В общем, он тоже замечательно пахнет, также великолепно делает пилинг, и по сути ничем не хуже, то есть у него, конечно, немного другой аромат, но все равно аромат очень приятный. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео, если вас что-то еще интересует сайт iHerb, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, и, кстати, скоро мне придет мой новый большой заказ, и мы с вами вместе будем его рассматривать. Спасибо вам большое за просмотр, желаю вам, чтобы ваш сегодняшний день был, конечно же, потрясающим, но на деле просто очень радостным и во всех смыслах замечательным. Желаю вам отличного настроения, до новых встреч на моем канале. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова